Детские рисунки на стенах, веселые игрушки на полках, задорный детский смех. Сразу и не скажешь, что находишься в серьезном муниципальном учреждении. Раз, два, три! Участковая социальная служба была создана совсем недавно, в начале года. Этот праздник, который сотрудники организовали для детей из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в сложном социальном положении, тот самый первый блин. Но, судя по эмоциям ребятишек, получился он совсем не комом. Именно для работы с людьми, которым необходима поддержка и помощь, и создан этот орган. Штат пока небольшой. Педагог, психолог, два специалиста по социальной работе. Работа тяжелая, но мы все люди творческие, все вот именно, ну, наверное, больше на энтузиазме. Любим свое дело, любим детей, а это самое главное. Подобные праздники только часть, причем весьма небольшая той работы, которую проводит служба. В настоящее время, в той или иной мере, поддержку получают 13 семей. Проблемы, в которых могут помочь специалисты центра, самые разные. Одним необходима помощь в поиске работы, другие нуждаются в консультации психолога, третьим требуется совет во взаимодействии с муниципальными службами. Специалисты центра готовы помочь всем. И этот праздник, прежде всего, один из видов этой помощи. У меня нет ни бабушек, ни дедушек. Я одна, у меня их пятеро, и муж работает. Мне просто вот физически времени не хватает. Я только успеваю. Детский сад, школа, то она ходит на театральное, танцами занимается, то детская поликлиника, обход врачей. Поэтому 24 часа в сутки мне мало. Просто вот довольна. Я жаль, что не все мои дети могут принять участие в этой сфере. После рисунков конкурсы, после конкурсов, подвижные игры. Родители многих из этих ребятишек по тем или иным причинам не могут себе позволить провести большой праздник. И в этом случае на помощь приходит участковая социальная служба. В будущем планируется проводить подобные мероприятия на постоянной основе. Уже достигнуты договоренности с другими муниципальными и частными организациями, на базе которых можно проводить занятия с детьми. Ну а этот первый праздник детворе, видимо, пришелся по душе. Мне понравилось тут отгадывать загадки, рисовать, есть конфеты, есть кулич. Еще одна из целей участковой социальной службы – это патронаж семьи и детей. То есть адресная социальная поддержка и предоставление услуг, которые необходимы тем, кто попал в особо трудную или даже опасную кризисную ситуацию. Специалисты центра, как правило, находятся в теплых отношениях со своими подопечными, независимо от возраста. Они считают, что работа в столь специфичной сфере должна вестись без официоза, по-семейному. Мне хочется, чтобы наша служба была именно такой, именно с семьей, для детей, которые попали в трудную ситуацию, для родителей. То есть наши двери всегда открыты. Вы заметили, у нас везде висят, что мы всем рады, добро пожаловать. Так что добро пожаловать в нашу службу, на наши праздники. Те, кто пришел сегодня, не только могли повеселиться, но и приобрели новых друзей. В завершение праздника чаепитие и обмен впечатлениями. Ребята разойдутся по домам, но работа с ними и их семьями будет продолжаться. Если вы также оказались в сложной жизненной ситуации, приходите в участковую службу социальной помощи. Эти двери открыты всем. Максим Козлов, Данил Свидерский и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.